Ну давайте начнем. Наш следующий докладчик Белов Сергей. Сергей занимается тестированием приложений и сайтов на проникновение. Ведет свой профессиональный блог. Он, к примеру, проводит обучение, вебинары. И сейчас он вам расскажет, как же начать. Спасибо. Да, меня зовут Сергей Белов. Я занимаюсь тестированием проникновения, и не только, в основном в веб-приложении, и также сетевых сервисов. Для начала вообще, чтобы узнать, кто есть, кто сначала. Вообще вопрос такой, у кого есть личные сайты, или сайты компаний? Молодцы. А вот кого никогда не взламывали? Ага, а кто думает, что его никогда не взламывали? Я запоминаю вас. Вот. Доклад в целом посвящен тому, чтобы предотвратить по цене взлома вашего сайта, как-то сделать без особых знаний в информационной безопасности, ну и так далее. Сейчас все поймете. Первое. Что такое вообще тестирование на проникновение? То есть именно пент-тест — это такая задача, когда мы берем инструменты, мы берем техники злоумышленников и применяем их против своих же ресурсов. По факту это очень эффективно, и так надо делать. Кто-нибудь вообще есть в аудитории, кто занимается пент-тестом или кто-то имеет отношение к безопасности? Один, два, три человека. Ага, хорошо. Вот. То есть наша основная задача — взять инструменты, взять техники и применить их против своих ресурсов. Конкретно в докладе буду рассматривать инструменты, с которых можно сделать этот процесс, то есть провести этот процесс без особых знаний. То есть наша цель — автоматизировать тестирование на проникновение и при этом желательно не тратить совершенно денег. Это такой первый порог обычно, с чего начинается тестирование на безопасность, то есть с такого анализа. И да, то есть у нас черный ящик, мы не знаем, что внутри, мы не знакомы с программистами, мы не писали этот ресурс. Это как бы очень важный момент. Этапы. Первый этап — мы анализируем просто саму машину. То есть вот нам дали сетевой ресурс, грубо говоря, там сайт.ком. Мы анализируем вообще, что там запущено, какие есть сетевые серии, грубо говоря, там, то есть у нас там FTP, SASH и HTTP. Собираем общую информацию, смотрим. И у нас есть еще приложение Web, в котором мы тоже будем проверять изюимости. Обычно что мы ищем? Мы ищем эксплойты. Кто не знает, что такое эксплойт? Поднимите руки, просто знаете, что такое эксплойт. Хорошо. Эксплойт, то есть это готовая программа для эксплуатации изюимости. Обычно они есть в паблике, но некоторых нет в паблике. Не важно. То есть слабые аккаунты, ошибки конфигурации и халатность администратора, которая частенько тоже приводит к утечке информации. Собственно, приступим. Часть первая. Анализ сетевых сервисов и проверка на уязвимости на эксплойт и на ошибки конфигурации. Мы будем конкретно использовать Armitage. Armitage – это приложение, то есть это GUI к таким продуктам, как Metasploit и Nmap. Это очень громкие продукты, на самом деле. Они очень известны. То есть Metasploit – это такой большой-большой фреймворк, в котором есть все собранные эксплойты, которые есть публично. Они там собраны, их очень легко использовать. База постоянно обновляется, фреймворк бесплатен. Nmap – это, грубо говоря, сетевой сканер, но на самом деле это его так грубо можно назвать. То есть это было его изначальное назначение, но при этом с ним можно делать всякие другие вещи. То есть базовые конфигурации, например, установить, какая ОС запущена с помощью отпечатков и так далее. Можно делать очень много. Мы, в частности, будем его использовать. Еще раз. Armitage – это такая надстройка GUI, работающая с Metasploit, который с базы эксплойтов, и который можно запускать. И не только это, я беру, главную задачу Metasploit – это Nmap. Собственно, чтобы чуть вам яснее была картина, это скриншот Armitage. Как мы видим, интерфейс разделен на три части. Оранжевая часть – это цели, которые мы сканируем и добавляем. Нижние панели – это табы. То есть это текущие процессы, с которыми мы работаем. И слева сверху модули, о них чуть попозже, сейчас на них не буду останавливаться. Сам процесс. Как работает Armitage? Мы добавили хост и выбрали скан. В данном случае мы можем просканировать просто самим Metasploit, то есть в данном случае он вызывается, но при этом можем использовать Nmap, который я упоминал ранее. Что на этом этапе происходит? Берется IP-адрес, сканируются порты, устанавливаются сервисы и идентифицируются. Что происходит дальше? Вот это очень ключевой момент. Берутся запущенные сетевые сервисы. Давайте сейчас определим их условно три. То есть FTP, SSH, HTTP. И смотрится вся база эксплойтов, которая сейчас под них есть. То есть грубо говоря определилось, что там запущен Apache. Если мы берем HTTP. Берется абсолютно все сервисы, которые есть в эксплойте под 80-й порт, то есть и для Nginx и так далее, и собираются в такой пул, то есть в такую очередь. То есть и так для каждого сервиса. То есть на этом этапе происходит подбор атак, эксплойт сервис. И запускается Hail Mary. Это модуль, который поочередно запускает каждый эксплойт. То есть по факту этим самым мы проверим все запущенные сервисы на устойчивость к эксплойтам, которые сейчас доступны публично. Если говорить конкретно, то процесс выглядит вот так. Когда мы нажали Hail Mary, видно на скрине, что вот такой-то API-шник, такой-то сервис применяется, такой-то эксплойт. Что по окончанию? По окончанию у нас может быть два результата. В верхнем случае не удалось создать сессии. То есть конкретно мы сейчас пытались добиться удаленного выполнения команд через любое приложение. На самом деле, кто попробует дома, то есть после доклада придет, попробует на своих сервисах и так далее, чаще всего ведет верхний скрин No Active Sessions. Причины может быть две. Действительно нет уязвимых сервисов, или вы неправильно используете Armitage в том случае, что вы неправильно выставили свой локальный API-шник. Это очень частая проблема, что если вы работаете за роутером, что вы используете локальный API, и вы при этом не можете на себя принять Reverse Connect. Или второй случай, что уязвимое приложение обнаружено и воссоздана сессия. В данном случае, что во втором, второй скрин показывает, что мы получили произвольное выполнение команд с правами той службы, которая получилась. То есть если это был Apache, запущен под VVData, то мы получили произвольное выполнение команд под пользователем VVData. Там еще можно очень много чего рассказать про Armitage, но мы плавно переходим к вебу. На самом деле сейчас можно насчитать 200, 300, примерно 400 утилит для сканирования в вебе. Очень сложно выделить конкретные из них, что стоит использовать. Но это, скажем так, такой набор, который уместен, который реально дает результат на практике, да и вообще реальные тулзы, которые используются. Никто. Никто — это небольшая перловая утилита, которой мы передаем просто целевой сайт, и она просто брутит, перебирает всякие там слэш-1 php. Кто оставляет слэш-1 php? Слэш-инфо-php? Разработчиков нет? Но я знаю, что так делают. Веб-разработчики частенько там создают слэш-2 php, слэш-tmp и так далее, которые потом как-то не удаляются. Методом перебора, то есть методом файзинга все это перебирается, перебираются всякие приложения и так далее. То есть никто в основном находит… В основном результатом является халатность, то есть результаты халатности админа или веб-разработчика. Skipfish. Skipfish, я остановлюсь чуть подробнее, еще будет она отдельно, чуть позже. Это утилита от ребят из Google. Она написана на фишнике, она очень много чего умеет. Более подробно я расскажу, когда буду о ней рассказывать. Будет, собственно, раздел о ней. Skipfish тоже известен в определенных кругах. Это очень сильная утилита для поиска скилл-инъекции. Она не только позволяет найти скилл-инъекции, что данный скрипт подвержен, но при этом ее и, как называется, раскрутить для получения proof of concept, то есть доказательства, что действительно мы нашли скилл-инъекцию и что она реально может привести к утечке данных. То есть и первый, и второй процесс с помощью нее можно получить. Там указаны два сайта. Это сайты, на самом деле, каждый веб-разработчик, тестировщик, админ должен добавить все в закладки или подписаться к ним на Twitter. Там публикуются эксплойты, которые действительно впервые доступны в паблике. Но тоже о них чуть попозже. Никто. Тяжело сделать какой-то такой ясный скрин, Ну, я просто вот скринил, то есть мы пишем, никто запускаем, передаем ему хост, и он начинает все просто перебирать. Потом в конце в консоли, то есть мы получаем полный результат, что смогла эта утилита найти. Сразу предупрежу, то есть такой тонкий момент. Никто работает как? Смотрит на заголовки, то есть которые пришли в HTTP. Обращается, к примеру, с flash.tmp. Если у ваш сайт везде 200 из заголовок, даже не на существующей странице, у вас возникнут проблемы, что у вас есть все эксплойты вообще. У вас сайт подвержен всему, чему можно, потому что некорректная отдача от заголовок. То есть проверьте перед тем, как проверять свой сайт, что везде заголовки даются верные. То есть если это not found, то это 404, а никак не 200. Skipfish, я сказал, что действительно становится чуть больше. Это тоже консольная утилита. Она написана на C, она многопоточна, она рекурсивна, она очень объемна по трафику. Реальный опыт. Пять суток. Пять суток без перерыва работала эта утилита. Пять суток просто как бы я что сделал? Я запустил ее в скрине, то есть и пять суток она периодически очекала. О, работает, короче, круто. Я думал, что она никогда не закончит. Она генерила у меня свыше 30 гигов трафика внешне. То есть будьте готовы, если ресурс внешний. И четыре раза за время своей работы положила сайт. Просто сканированием. То есть разработчики, когда делают старт-сессион, знают, что пишется сессия в слэш-тмп, ну или где она у вас хранится, и просто от переполнения сессии сервер загнулся. То есть то, что места не хватило. Такой эдакий DDoS, точнее Daniel of Service, и непреднамеренный, скажем так. То есть будьте к этому готовы. Что ищет? Ищет XSS, ищет CSRF, ищет SQL инъекции, ищет. Ищет также, выполняет задачу никто, то есть перебирает всякие файлы там неудаленные. Тоже я расскажу в конце про нее опыт, очень интересный. При этом она, очень ключевой момент, что она обучаема. То есть чем чаще вы ее используете, чем чаще вы запускаете на ресурсах, она пополняет свою базу. То есть кто решит скомпилить ее на своем сервере, увидит, что там нужно передавать ей словари, сама пополняет, сама обучается. Вообще как бы что-то неимоверное. Раньше я ее не использовал до определенного момента. То есть я считал, что она слишком долгая и неэффективная. Пока, скажем так, один раз она не привела к полной утечке информации, то есть к полному доступу к серверу. С помощью только этой утилиты. И причем там вот видно, там есть красненький, зелененький и так далее. Уязвимость, через которую в итоге получилось полностью завладеть сервером, находилась в зеленой категории. То есть внимательно посматриваем отчет этой утилиты. Она генерит в HTML5, очень удобно. Хавиш. Тоже такая немудренная утилита на самом деле. С таким довольно понятным интерфейсом. Передаем URL, передаем, говорим с параметрами. То есть сейчас сразу оговорюсь. Хавиш существует в двух версиях, то есть платная и бесплатная. К сожалению, в бесплатной версии отсутствует проверка на инъекции по ЧПУ. То есть здесь мы видим пример, что там ID 123, то есть явная передача get параметра. А если у нас все модные сайты используют ЧПУ, типа слэш юзер, слэш аккаунт, слэш профайл, то такого бесплатной версии проанализировать невозможно, к сожалению. Но если вы разработчик, то можете просто поменять передачу параметров. Что делает? Сканирует URL, get, post, неважно, определяет базу данных и будет демо, в котором с помощью такой инъекции, когда она ходит, она делает полный дам базы данных. То есть в автоматизированном режиме, как proof of concept вашим разработчикам, что вот инъекция есть, а вот к чему она приводит. На самом деле такая очень… Я бы не сказал, что законная, то есть полузаконная утилита действительно используется в реальных атаках, но мы говорим, что pentest – это использование реальных утилит, реальных методов злоумышленников. Без этого никак. Тут скрин сайта командный инъектор. То есть я, к примеру, это вот сайт, который был, я перечислял 1337days и exploitdb.com, это конкретно 1337day. К примеру, я написал WordPress. Я хочу найти вот у меня сервис, который работает с WordPress, и я хочу узнать, насколько безопасен мой блог, то есть по моим версиям. Тем, кто работает вообще с CMS-ками, один очень важный момент при pentest. Чаще всего уязвима не сама CMS, а те модули, которые вы используете. Это очень часто. Следить нужно за обновлениями, за модулями. Особенно всякие там, конкретно если WordPress брать, то есть там count per day и так далее, которые любят очень пользователи, чтобы там считалось, сколько посещений было. Мы пишем WordPress и находим уязвимости, как и опубликованные под саму CMS, так и под модули, под ее. То есть мы можем посмотреть, к чему мы уязвимы, и если уязвимы, то проверить это, так как по каждой ссылке доступен эксплойт или алгоритм действий, который, собственно, приведет к круфу в концепту уязвимости. Чем еще? На этом слайде я тоже установлю довольно подробно. Существуют условно-бесплатные платные продукты. Их тоже стоит использовать. Первым это я выделил. Max Patron Xpider. Это отечественный продукт. Ребята из Positive Technologies. Xpider, я думаю, слышали многие, кто хоть как-то ввязан в эту сферу. То есть это обычно, если взять так лет пять назад, это первый продукт, к которому приходят, когда говорят, что я хочу чем-то заниматься безопасностью. Сейчас у них в Xpider есть версия 7.8. Xpider, по идее, сейчас стала такая урезанная версия Max Patron, кто будет интересоваться, что-то пробовать. Я говорил про бесплатность, то есть что мы не тратим действительно ни цента на ПО. Написать им в техподдержку, они, в принципе, готовы выделить бесплатную версию RealVersi на ограниченное число хостов и так далее. То есть если вы хотите проверить просто свои сервисы. По опыту скажу, что находились уязвимости те, о которых я сам не знал, что такие уязвимости существуют, и которые не находил ни один продукт в принципе. Такие прецеденты были, причем были на очень крупных российских ресурсах, конкретно которые входят в топ-10 посещаемых ресурсов Рунета. По статистике Алекса. Следующий продукт Google Antics. Очень такой популярный тоже продукт. Есть бесплатная версия, которая ищет чисто веб, в основном PHP, но есть и платная. Тоже к ней очень интенсивно понятно, никаких знаний не надо. Передал сайт, он сам все нашел, все там сделал клево. Я хотел здесь платную версию. Можете писать техподдержки, у них на самом деле, если вы напишете им техподдержку, они будут вам безумно рады, нам написали. Они потом на самом деле от вас не отстанут, будьте готовы. Это действительно опыт. Я просто написал, ребят, хотел бы проверить, что у меня платная версия у вас есть. Они мне дали действительно платную версию просто так подпатриалить, и потом еще 4 месяца от меня не отставали. Потом я просто игнорил. Ну, будьте готовы, в общем, к этому. Следующий продукт Nessus и его бесплатный аналог OpenVas. Nessus в домашних условиях, как бы, там есть конкретно Home лицензия, он бесплатен в Home лицензии. Если вы используете где-то для коммерческих, то есть целей, ну, тут как бы сами решайте, что покупать и так далее. То есть вопрос тоже такой. Есть аналог OpenVas, что он делает? Он тоже сканирует целевой хост, и у него, он платно пополняет базу эксплойтов. То есть у него есть тоже своя база эксплойтов, он вот чем-то повторяет, возможно, метасплойт, но при этом не создает сессии, то есть он просто проверяет зим-сервис или нет, посылая определенные пакеты. Есть еще, несомненно, как бы очень много продуктов платных. Слабее, сильнее, сказать сложно, это только мое имха, то есть продуктов слишком много, чтобы говорить, что вот это лучше, а это хуже. Реально, когда работаешь, смотришь, что вот этот продукт нашел эту изюмность, а этот вообще его пор не видит. И наоборот. Конечно, лучше использовать в комплексе. Чем же еще можно протестировать? Безусловно, руками. То есть ручное тестирование никто не отменял. Частенько даже те же есть клюинъекции, которые проверяет Хавиш, находятся после этого руками. Прецеденты есть, прецеденты будут, автотесты, они построены на фазинге в основном, то есть на переборе, на отсылке неожидаемых данных. Но это не тема доклада, но об этом нельзя не упомянуть. Идеальный случай, конечно, то есть когда у вас белый ящик, у вас есть исходный код, и естественно требования к вашим компетенциям, что вы должны быть или сами разработчиком на данном языке, неважно, какое это будет, то есть на чем сайт называется, на PHP, на ASP, то есть вы должны следить за тенденциями уязвимости этого языка. Например, если мы возьмем PHP, мало кто из разработчиков скажет, что вот в 5.3 версии, которые частенько используют, там пофиксили, например, а там пофиксили на убайт-инъекции. Вот я ему ничего не скажу, что вообще на убайт-инъекции я программирую и сижу в своем бизнес-приложении. А ты ему говоришь, что там действительно исправили, а ты сидишь на своей 5.2. Действительно, когда уязвимости самого языка, то такие как вот убайт-инъекции, к примеру, они, к сожалению, сказываются. Ну и не только на самом деле, когда человек разрабатывает на языке и не знает уязвимости самого языка. Обладая данными компетенциями, можно провести такой статический анализ и сделать очень много выводов о коде. Реальные примеры использования тех инструментов, которые я приводил выше. Случай был такой. Был довольно крупный сайт с большим посещаемостью. Действительно, там ничего не нашлось. То есть были ЦСРФ всякие и так далее. То есть это как бы ЦСРФ, скажем так, стандартный случай в Рунете. И были там парочки XSS, но реально чего-то жесткого, изъимого. То есть ну нету. Я вот сейчас не сидел, я вот нету ничего. Потом запускаю Армитаж, добавляю домин, этот хост, то есть так далее. И говорю по FTP, проверь мне все логины, то есть просто пробруть. И о бинго, как я могу забыть, что некоторые админы оставляют на FTP доступ анонимус, анонимус. Так ладно бы он смотрел бы куда-то просто в директории, так он смотрел еще в htdocs. То есть я получил через анонимус анонимус полностью доступ к исходным кодам сайта. Это как бы очень грубейшая ошибка сисадмина. Вебер ни при чем разработчик, а в итоге накрыла весь сайт. Вот, то есть это про сетевые сервисы, про реальную практику. Другой случай. Вот тут тоже как бы избился, извился, то есть все вот, есть там какие-то мелкие вещи там и так далее. есть там еще там, то есть и так далее. А вот реального доступа к базе данных нет. А что было как бы, те, кто устанавливает phpMyAdmin, они порой как бы ленятся и ставят, как там, если дебен берем, аптегитинстал, phpMyAdmin. И при этом реально директории в htdocs нет. Она приписывается алиасом в Apache. Я, конечно, понимаю, что, возможно, не все сейчас меня понимают, но те, кто понимает, я верю в вас. Вот, да, и что мы так тоже делали и делали через .get install. И был доступен phpMyAdmin. И при этом, ну, соответственно, логин и пароли я подбирал, то есть что только не пробовал, там, демо, демо, то есть, ну, ничего там по имени хоста, то есть домина, там, ничего не выходило. Я запускаю скрипш про зеленый случай. Он просто бросил всю базу, то есть всю базу по своим словарям и находит в файле slash script slash config.ini. Этот файл, как в будущем выяснилось, использовался для какого-то там баш скрипта и так далее по крону, который запускался. Вот, а ini файлы по умолчанию даются plain текстом. А там были конфиги к базе. Это тоже как бы реальный случай из практики. Соответственно, там конфиг к базе по ошибке установленной через APT, где он стал когда-то там по какому-то ману в каких-то там на сайтах по гуглу phpMyAdmin. Все в паре, кстати, phpMyAdmin был неуязвимым. То есть тогда я пытался phpMyAdmin поломать через скотол, это тоже не получилось. Но так как уже есть логин, пароль, все, welcome. Мы открыты для всех называется. Такой случай. Сейчас будет демонстрация двух продуктов. Я, возможно, буду комментировать, возможно, нет, они все подписаны. Сейчас смотрим. В первой части может, что-то дешево. Внутрируется хавиш. Мы передаем ему URL, который хотим тестировать. Просто нажимаем анализ. Мы видим сообщение зеленым цветом, проверяем, что у нас получилось просто получить доступ к базе данных. Дальше вообще ничего делать, просто шокать на кнопочках в игрушке. Хотя это реально раскрутка с пилой инъекцией. Получаем спопцы. И пытаемся делать дам базу данных. И дату и получаем просто не абсолютно не обладая знаниям расписанной инъекцией полный дам базу данных. Грец данных на таблице. Такой автоматический тест. Эрмитаж посерьезнее. Сейчас это тоже будет яркая демонстрация, какую реально можно использовать. Видео записывал 3-4 дня назад буквально. Мы добавляем тестируемый хост. Просто к айпишнику добавили его. Просканировали с помощью встроенного модуля Windows Coit. Смотрим, какие аппорты открыты. Немного ждем. После того, как аппорты открыты нашлись, идентифицируется каждый сервис. Что там реально запущено обычно по ответному баннеру так называемому. завершено, повторяем действия салитентации, ищем атаки по сервису exploit. Просканирование завершено, повторяем действия салитентации, ищем атаки запускаем модуль failmary. На данном этапе каждый найденный exploit под каждый сервис запускается. Вот подобрал, нашел 130 exploit под три сервиса, и начал по порядку запускать каждый. можно заметить, что там под каждый сервис может исходить. И как видим, таком как-то изменилось, значит, какой-то exploiter сработал, и получилось создать reverse connect, то есть сессию с удаленной машиной. Подожидаемся, вдруг можно создать за один запуск 10 сессий и так далее, в зависимости от количества сервисов, то есть в зависимости от количества сервисов. дожидаемся завершения, и для того, чтобы мы действительно пройдем на триггер, что наш сервис уязвим, вот сервис видим, что сессия как-то создана, и мы используем просто консоль, введем ID, и посмотрим, под кем мы работаем. В случае это под VVVD. И для proof of концепта, то есть для доказательства, что действительно как-то что-то излимно, мы можем использовать семантические модули, к примеру, получить все конфлики. Ну, конфлики, которые, например, мы можем сочетать, и они в все автоматическом режиме сохраняются локально. Вот такой автоматизированный контент. Ну, и вот собственно просмариваем консоль. Собственно, у меня все. Спасибо за внимание, вопросы. Сергей. Вопросы есть? Отлично, вопросов много. Начнем с конца зала. Периодически поднимайте руку, чтобы я вот видела, куда мне идти. Николай Малицкий, Arc Technologies. Можно чуть погромче? Вот ваши решения, они, так понимаю, plain HTML, ну, то есть JavaScript парсия, правильно? Еще раз можно? Те приборы, которые вы сейчас объяснили, показали, они парсят HTML. JavaScript В итоге получают результирующий ответ. если в случае веба, да. Нет, а вот в случае, допустим, если приложение это Flex или Flash? Тут сложнее, как бы, тут я пока работаю только обычным тестированием, если конкретно ваш случай. Хорошо. Работает? Я Никита. Встаньте, Вы кодифестру сломать попробовали? И что получилось? Там эта история на самом деле умалчивает, я о ней не буду рассказывать, возможно, что-то попозже появится в моем блоге. Возможно, не появится. Есть история, но она может быть на Чалавте где-нибудь. Татьяна Дубльгис. Вот Эрмитаж в инструменте, там вот набор этих эксплойтов, он конечный. Можно ли добавлять свои и как это Естественно, на самом деле Эрмитаж это не база с эксплойтами, Эрмитаж это только настройка над метасплойтом. Метасплойт, то есть он сам обновляется, там есть куча эксплойтов, и вообще изначально это создавался как фреймворк для написания эксплойтов. Вот, то есть естественно можно добавлять свои, но обычно этого не требуется, но если конечно хочется поучаствовать в комьюнити, то можно написать и соответственно как бы добавить свой эксплойт. Еще вопросы? Шапин Антон, компания Citronix. У меня вот вопрос. Вы рассказали про программы, которые позволяют искать уязвимости. А есть ли какие-нибудь программы, утилиты, которые позволяли бы мониторить вот этот процесс, то что допустим я хозяин сервиса, и я смотрю, что меня сканят и пытаются взломать? На самом деле таких очень вещей много. Начиная если с веба, то есть предотвращая таки веб-ликейшн файрвол, то есть как известно, если карета с вебом связана, там очень много утилит, я у себя для всесадминства использую над контролем изменения файлов. То есть таких утилит очень много. Конкретно от сканирования портов тоже есть защита, когда сервис спали, что порты сканируются, он просто блокчат IP-шник. Но тут тоже есть обходы. Я могу с обоих сторон вам рассказать, то есть со стороны защиты, то что вы пытаетесь защититься от сканирования портов, грубо говоря, это легко обходится облаком. Я беру облако и у меня несколько IP-шников и я сначала с первого по сотой тестирую порт и так далее. Из защиты как бы есть, но при этом есть и эффективные методы атаки. Но это зависит уже, конечно, от компетенции. Как минимум я советую смотреть за время создания файлов и так далее, чтобы ничего лишнего не появлялось, никакие там бэгдоры не внедрялись. Как минимум. Здравствуйте. Дмитрий, ISP-систем. Подскажите для SQL-инъекций если, к примеру, веб-сервис он за авторизацией за какой-либо? В Havish я не рассказывал о подробности. Он позволяет это сделать. Вы можете ему указать cookies, то есть, собственно, заранее авторизоваться, передать ему cookies и он уже будет работать за авторизацией. Или, если не так, то если у вас там basic авторизация. Еще вопрос. А, к примеру, вот этот Havish он поддерживает? К примеру, встроить его в систему автотестов, чтобы он автоматически как-нибудь… В смысле, что еще расстроить? Ну, встроить в систему автотестов, чтобы, к примеру, каждую ночь запускалась. Ну, как бы, я думаю, что это можно автоматизировать очень легко. взять простой клик, то есть, там, программа для кликания, там, для заполнения… То есть, API у него нет? Да, нет, у него нет. Спасибо. Здравствуйте, Георгий, Ронос IT. Наша фирма работает в аутсорсе, и в связи с этим вопрос… Очень плохо слышно. Прокомментируйте как-нибудь этичность продажи заказчикам вот этого вот спорного немножко… Спорного софта? Да, 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 Честно говоря, вопрос морали будет стоять всегда. Как бы, это такая область, с которой, сложно сказать, как бы, каждый решает сам для себя. Этичность, прокомментировать… Я готов в чилаути, честно, на эту тему обсудить, как бы, очень такой вопрос на грани, в общем. Спасибо большое. Здравствуйте, Алексей. Компании нет. У меня два вопроса. Во-первых, эти утилиты, все эти продукты, они тестируют XSS, SRF, Square Injects. Это все, это то, что у всех на слуху, все знают. Как быть с более экзотичными уязвимостями, типа, там, hijacking или HTTP параметр Pollution? Умеют ли они это тестируют? Честно говоря, про вот эти вещи, которые вы говорите, в основном, это, как бы, ребята, как бы, ресерчи из позитивных технологий, как бы, таких вещей. Честно говоря, как бы, это позволяет коммерческие продукты, но, честно говоря, в автоматизированном режиме мне пока ничего такого не спалили они. То есть, я, если делают, это делаю ручным. Хорошо, спасибо. И второй вопрос. Вот я понимаю, это у вас где-то в компании эти процессы автоматизированы. Ну, в какой-то степени вы автоматизировано тестируете Denial of Service? Еще раз. На Denial of Service? Да. Но я, как бы, хотел включить программу для этого. То есть, она ни для кого не скрыта, ее используют практически все. То есть, это Loic. Называется, как низкоробитальная пушка ионная. Вот. Как бы, если конкретно интересно, от одного коннекта, ну, то есть, с одного IP-шня, который Loic можно использовать в тендеревом режиме. Нет, Loic это для DDoS, правильно? Да. А я имею в виду DDoS-атаки, типа SlowLorys, которые стандартно зависит в конфигурации. Но обычно DDoS-атаки все-таки вручную находятся. То есть, DDoS-атаки в автоматизированном режиме как бы вот вручную, вручную, грубо говоря, ограничено выводить на экран там 5, 100, 200 записей. Берешь, ставишь вручную, там, не знаю, фаербайги просто меняешь на миллион и он вводит все миллион и зажимаешь и в 5. Вот тебе Данилов сервис. Вот. Такого как вручную я тоже сделаю. Я ничего не скажу. Еще вопросы? Вопросы? Вопросов больше нет. Я думаю, что Сергея все будут вылавливать в кулуарах. Вопросы? Вопросы?